В этот торжественный, прекрасный, очень погожий день, да, все умеют фотографировать синие небо и белые облака, а вот погода нам задачу даст, я думаю, не менее интересную. Кстати, ребята, если смотреть, здесь еще есть несколько мест впереди, можно не стесняться, если у кого-то там некто сесть, то можно сесть вперед. И я представлюсь, меня Андрей Гойнов зовут, мы в свое время, вот, наверное, два с половиной назад проект «С карты воды» начинали, и, в двух словах, да, это история, когда мы делали экологические путешествия, съездили с лаборатории, брали пробу воды в разных местах, и в России, и в этом году даже на Украину залезли, и создавали карту, где тут, как только, говорили, здесь можно, здесь хорошо, здесь плохо, здесь купайтесь, здесь быстро подходите. И сегодня мы попытались объединить этот проект с огромным количеством людей, которым нравится фотографировать, которым нравится смотреть, как люди хорошо фотографируют. И поэтому по этому блогу, собственно, собрали вас здесь, и всех тех, кто не смог прийти, но смотрят нас онлайне, либо читают блоги, твиттеры и прочее. У нас, кстати, есть транспортная трансляция, сейчас бездревний идет, Сергей, я даже выложил ссылку у себя в твиттере, так что я думаю, что мы можем помахать рукой всем, кто нас смотрит. Фотоконкурс. Я хотел вам сейчас рассказать и напомнить в конце для тех, кто потом присоединиться к нам. Очень простые правила, да, мы просим фотографировать замечательно красивый город Петербург, фотографировать его с водой. Через воду, через лужи, через капли, через все, что угодно, чтобы обязательно присутствовала вода. Тем самым мы, собственно, связываемся с эмоцетной историей, и пока вы все с аппаратами и с телефонами, которые будете бегать по городу и фотографировать его, мы будем бегать по городу и собирать пробу воды для того, чтобы делать скампу воды Петербурга, и тем самым завтра, собственно, посмотрим и результат фотоохоты, и результат химической охоты. Правила простые, да, мы хотим, чтобы была вода, мы хотим, чтобы фотографии были свежие, а то, вы знаете, если кто-то зайдет сейчас на страницу проекта, то уже там выложена одна фотография, кто-то уже заранее решил победить и выложил красивый кадр, но не имеющий отношения к действительности, потому что мы экзифы с победителей будем смотреть, да, чтобы это была сегодняшняя история. Призы, напомню, да, пятый iPhone, MacBook Air и подарки от спонсора «Барьера», чтобы третье место было не менее приятным. И сегодняшний день, да, очень здорово, что у нас сегодня много, мы потратим на то, что сначала Саша расскажет нам, как выполнить такое творческое задание, как сделать хорошие фото, связанные с водой, в основном с водой, да, я уже вижу заранее. И, а потом Сергей расскажет, как этими фотографиями правильно воспользоваться, да, и сделать блог, который, наверное, самый читаемый фото-блог по фотоисториям России. Александр Петросян, прошу любить и жаловаться. Спасибо. Я прошу прощения. Да, у нас, помимо трех номинаций, которые надо сказать, да, первое, второе, третье место, еще будет инстафото, да, инстаграмное, которое можно сделать, в общем, просто, проходя аниме, которое тоже будет отдельным призом. Мы его совместно с Light Journal решили все-таки эту номинацию сделать, и все, кто готов фотить не на фото, а на телефон, тоже в ровно. Хорошо, еще раз спасибо. Сегодня мы вообще пытаемся поговорить, значит, про эту тему, которая такая сложная, потому что как-то попытаться не лить воду, не лить украду. По сути дела, в Питере он вообще весь на воде, и вода, она, как бы, бомб, собственно, у нас. Что можно сказать? Я не являюсь большим специалистом в СССР, в ВД, больше части подходит снимать город и лить. Но поскольку в этом городе вообще поджарно, как бы, то есть, больше части поджарно, когда, то, соответственно, она часто поджарно поджарно. И я сейчас, пока сидел, слушал, вот, ступительные слова, подумал, что, как бы я, например, действовал, если я назвал сейчас, в вашем месте, погода здесь, действительно, знаете, какая, то есть, ну, как бы говоря, специфичная, да, не так сказать. И поначалу, конечно, первым месяц такая, все пропало, все пропало, никакого шанса нет, то есть, катастрофа, что снимать, как снимать, терять, я, наверное, хмурю, 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 хмурю. Ну, просто я просто перечислил какие-то такие ключевые, базисные вещи, которые могут вам помочь в сегодняшней съемке. Итак, вот вы вышли на улицу, да, вам надо найти что-то с водой. Ну, понятно, первая, так сказать, идея какая-то, подойдите там в каком-то водном пространстве, в реке, там же, не знаю, как, ну, там, какого-то. И вот, надо что-то снять, включая это в водную поверхность в катастрофе. Естественно, здесь возник следующей сложности. Поскольку проходы пасманы и все серые, то, соответственно, илллодная поверхность там будет серая. Второе, поскольку сегодня ветер, она, скорее всего, будет синяя, то есть, вообще будет никакая. На снимке поможет получиться и такой серой каши. Стоп, хоть надо как-то подключать мозг, так сказать, и пытаться придумать что-нибудь такое. Ну, первое, вот, что в кого приходит? Вот я сегодня шел, допустим, да, и видел, там, идет такой морозик, тоже такой морозик, он взвесь такая, то есть, как бы, туман, это уже плюс. Сразу, я думаю, с которым приходит голову, ну, так здорово, что есть какая-то воздушная такая атмосфера, это тоже можно использовать. То есть, я бы сразу хочу сказать, что надо использовать любой отрицательный банк, чтобы превратить его положительный. В первом случае, почему луж, да, ну, лужа – это старая тема, это я знаю все, да, так сказать, старая, перестарая. Первое, что мы узнаем, когда пытаемся фотографировать воду, это отражение, не случайно, скажем, в коллекции лужеводителей и под воду, есть у каждого, так сказать, практикующего под воду. То есть, кто бы ленивый, как бы, не пытался снимать какие-то вещи, погрузим этот аппарат в воду. Часто дает хороший эффект, ну, как один способ, он очень хороший. Ну, поскольку это очень известный и заезженный способ, надо его практиковать только к месту, и только когда, как бы, реально, в этом есть смысл, иначе мы просто получаем бесчисленные картинки, которые делятся пополам границей воды и, собственно, тупо отражение, как бы, и, так сказать, больше ничего. Можно гораздо интереснее обыграть, если, например, использовать только отражение. Один из старых снимок, который меня впечатлил, ну, еще, то есть там была просто лужа, в луже отражалось кусок решок переднего сада, и Петропавловка, и плавал кленовый лист. Сразу возник образ такой, то есть и осень, и город, и как бы... То есть мы просто спиратировали бы, грубо говоря, вот, обычный пейзаж, ну, было бы как-то, ну, не знаю, потально. Как правило, часть какой-то картины, оторженная через что-то, она несет более глубокое образное видение, нежели просто фиксация какого-то места. То есть прежде всего фотографировать там сюжеты с водой, не только с водой, надо стараться отдать себе отчет, не буду ли я в этом случае к сервисам или принтерам, который просто туда подойдет и в очередной раз снимет там Петропавловку, которая на блоке. Ну, соответственно, там вот, начинаем, в принципе, дальше размышлять, да? В прессе вода, то есть есть не только кружек, но и есть там у любых поверхностей. Например, я один раз был как бы удивлен и сделал неплохой кадр, в принципе, я плял по крышам и увидел, что один из томоходов, ну, томоходы, знаете, такие большие, которые на трубах стоят, и там жесть, и жизнь была тоже уже, то есть в уже на крыше, можно сказать. И они могут быть из самых нежных местах, вот эти поверхности с водой. Одно из самых сильных впечатлений тоже моей, мне кажется, съемочной практики было, когда я гулял летним днем, вечером под Мородцовой или увидел, как подъехала машина, из машины вышел мужичок такой, и Телорита вытащил из багажника канистр с водой, тут же разлил ее, тут же вытащил расчес, вот тогда еще были эти глядящие расчески, поджег ее, положил к воде, на воду потек дым, он достал за фонарик, накрутил на нее желтую пленку, подсветил, его желтыми снял, дворцовую, над которой там принимать желтый дым из такой... Ну я просто поразился на обучивости товарища, не для меня это был урок, как бы из ничего можно сделать кадр. Второй раз я столкнулся с таким небольшим открытым для себя, когда мне дали как бы на день поюзать макро-адъектив, и вот тоже была такая же погода против, как сегодня, и я пошел на Исаевскую площадь там, и просто стоя у памятика не было, и вот увидел, что вся ограда покрыта кадрами водой, и присматрившись ближе к ним, я увидел, что в каждой из них это отражается и саписки сапога. Собственно, вот я сделал тоже, ну там будет какая-то карточка, не очень хорошая, но как вот идея, которая может вас наполнить тоже. Собственно, если через лужи снимали весь ворот, то через капли меньше, потому что, во-первых, мало у кого есть макро-адъективно, во-вторых, там ей надо специально исхитриться, поскольку есть чисто технические сложности, заключающиеся в том, что резкости при таких съемках, макро-съемка маленькая, и, соответственно, если речь идет о съемке пассовой погоды, нам надо сильно зажимать диапазону, а это может повлечь с собой увеличение чувствительности, но я думаю, что поскольку всех с обменной фототехник, то там повысит до 1600 гиги гривен не составляет, потому что это аппарат, и это можно сделать легко. Ну, просто как один из способов, как вариантов, тоже такой вот, допустим, да. Еще очень, говоря о разных там гребочках, связанных с водной съемкой, нельзя не упомянуть, тоже, как ставший классикой жанра, фотографии, когда кто-то или что-то, или нечто, или как-то погружается, плюхается, вслепывается об воду, ну, и известный там снимок классика прыжок, человек в лужу, там, допустим, да, который все знают, как я присылал, и не говоря уж о всяких там детях, играющих в лужи, брызгающих там противоречных машинах, я не знаю, брызгах от протекторов шин, пусть-то проезжающих машин, и там, да, это, по идее, тоже все можно очень эффектно использовать. Ну, фонтанов сейчас нет, понятное дело, хотя как-то опосредованно какие-то вещи, которые связаны с водой, можно тоже снимать, хотя, может, там воды и нету. Я уж не говорил о таких вот тоже классических сюжетах, которые как палочками, ручалочками всегда способствуют выход из ситуации в такой случай, в таких случаях сегодня, заключающихся в том, что, например, вы утром подходите к окну, и одно все, капля дождя, или одно вашей машины. И, разумеется, пейзаж там, через эти капли гораздо интереснее смотрится, чем если вы его фотографируете просто так. Больше того, можно, так сказать, выкручиваться просто, я не знаю, сам, в лице, таким нетерриарным способом, хотя он лежит на поверхности. Например, я не знаю, первое, что мне пришло в голову, взять там 3-литровую банку с водой и походить с ней по городу. Больше того. Воду можно подкрасить, воду можно подсвечить с пышкой, можно через эту воду снимать. И в то время, когда она в банке, например, просто подливай ее над пейзажем, выклескивает, знаете, но это разные манипуляции, которые ограничат только вашу фантазию. Собственно, тут, как бы, я не знаю, мы можем просто ради интереса устроить, мы сговорим шпурм, я так вот, когда себе, как бы, сам все делаю, то есть, что ты, мол, думаешь, попробуй, что-то такое эдакое. И тогда, как бы, включаясь полиадегенератор, начинаешь, как бы, более, там, придумывать всякие, все эти такие битусные штуки, как сказать, да, мне это иногда помогает. Но главное, чтобы отойти от стандарта, это стандартно, ну, темноте, если сегодня, например, была бы хорошая погода, вариантов было, конечно, может быть, в каком-то плане больше, в том смысле, что вода, она же ведь, как известно, очень хорошо отражает, поэтому в зависимости от ее ровности и в зависимости от ее освещения утром или вечером она имеет совершенно необразимые оттенки, то есть, например, тут тот же банальный пейзаж, расснятый ритминоплал, если его там снимать при разной воде, ну, сравните сами, да, время, когда, допустим, вода во время, там, заката или восхода в ледоход, когда она ровная, да, и сравните, допустим, когда вода во время сильного ветра, когда огромные вот эти капли, волны даже пьются, а гранитная набережная и создают совершенно экспрессивные такие картины, видите, вроде бы, а на этаже набережная, на такие разные, как бы, да, вот, когда вещи можно пьет. Я специально воду особо не снимал, потому что это в моей практике не было, не стояло такой задачи, но, поскольку я снимаю, опять же, город, который был в воде, и который был в воде, она так или иначе, будет разных снимок, которые я вам покажу. Кстати, хочу сразу посоветовать, много, собственно, есть даже, если сейчас посмотреть, книжный магазин, наверняка есть. Я, например, последний раз видел книги, такая известная книга, вышедшая несколько лет назад, многие, может быть, ее уже видели, называется «Две воды». Там собраны книги всех лучших авторов и питерских, и не только питерских, а в городе. Например, у меня там в свое время очень впечатлили фотографии американского фотографа Майкла Керна, который тоже использовал старый способ съемки воды, заключающийся в том, что парад ставится на штатив, и ставится очень длинная выдержка, но обычно это используют для всяких водопадов, чтобы размазать их, сделать красивыми. А тут суть была в том, что тот же, допустим, самый пейзаж сведен на электропалку, если снимать там часовой выдержкой, то вода не просто размазывается, а превращается в неэкспресс, в маева, что тоже дополнительно как бы смазал мистическая на полной сюжета. Технически это делать, можно даже днем, достаточно нагрудить по пару фильтров, там, полных, тех самых нейтральных фильтров, которые поглощают свет, или даже просто паром полиализатором. В общем, нужен любой фильтр, плодность гасит, и чтобы наша выдержка могла быть длинной. Соответственно, мы делаем минимальную диаметру, минимальную щитовидность, и все эти манипуляции, нам получить эту выдержку полчета. Этим достигается еще второй эффект, что исчезает все движущие предметы, то есть люди, прохожие, там, я не знаю, машины, и у нас получается есть такой пейзаж, для времени. Попробуйте этот способ тоже использовать, он, в принципе, очень интересный и может принести хорошие результаты. все же видели там, например, традиционные вечерние фото, когда, например, снимают там какую-то залитую машину на улицу с длинной выдержкой, и вы видите, аваритет в машину превращается в длинные салюты. То же самое можно сделать и солодой в один способ. Но вообще я не рекомендую посмотреть, потому что на мой взгляд, просто, допустим, 10 минут просмотр, потратили 10-13, он гораздо информативнее, чем любые лекции, мастер-классы, потому что там, интенсенсия собрана. Одно дело просто набрали в поисковике там, фразы, как снимать воду, как снимать капли, там будут какие-то технические советы. И вот посмотреть, как это реализуется мастером. Ну, в принципе, давайте, может быть, чтобы дальше не расустроить, я просто покажу, можно конкретно примеров каких-то фотографий там, несколько, я свои покажу, а потом, если будут вопросы, я вам отвечу. Да? Да. Хорошо. Сейчас только тяжело модели их будут загнать. Да-да-да, согласен, да, это будет жестко. Хотя, в общем, экспрессивно, представляю. Кстати, я несколько снимал, как люди падают воду, так или иначе, в технических ситуациях, например, на свадьбе, пьяных гостей, не только себя. заглавное. Ну, вот это фотография просто сняли, назови, когда там такую фотографию сделают для этого друга. Вот тогда проходят соревнования, осягия. А это, я на кайте тоже, ну, на одной из таких стоял, одну руку уцепившись, а другую там пыталась снимать, поэтому горизонт нормально. Ну, вот даже элементарно какие-то брызги, да, то есть неплохо ли с тобой сюжет, но вечером воду снимать всегда красиво, но восходы, закаты, они, правило, банальные, и не трудно кого-то уберут, и чтобы это уже так, ну, день нажать, да? Так, да? Прямо времени. А, да, отлично. Это, в Питере снят тоже в озере Новосовской. Кстати, иногда не обязательно снимать какие-то пищевые там водные пространства, достаточно какие-то, я не знаю, труды бывают интереснее, чем, ну, вот обычный с Эйфкадров, с Петропавловым, там, просто отражение рассказывал не такое неподвижное, или просто герметрически сопоставить два сюжета. Вот такие тоже сюжеты сводят. Ну, правда, сейчас их не было, крещанские купальни очень такие всегда, ну, скажем так, плотные. В данном случае я использовал вот подсвет, который идет от катера, видите, который стоит вот здесь вот, и немножечко досвечивал вспышки, которые не прямая на фотоаппарате, на снабе, то есть у меня вот стоял этот сам как называется, трансмиттер на аппарате, и слышно, я держал в руке, а второй руке держал этот аппарат. Вот, очень интересный снимок, получился, благодаря удачному стечению обстоятельств, я пошел поснимать утренний докопнили, и увидел, что биржа, ну, раньше был Альбоморской музей, там и сейчас прямо перед входом на фронтоне стоят короба такие большие металлические, какие-то ремонтных работ, и я решил их использовать, залез на один из коробов, с тем, чтобы получить какую-то необычную точку съемки, в этот момент подъехал автобус с экскурсантами, и они все вышли туда, вот в эту набережную, начали дружно щелкать вид, и я их использовал в качестве корейного плана. То есть вот иногда бывает как бы ты начинаешь что-то искать, и тебе оно само как-то подкидывается вдруг. В тот же день снятом, решил там использовать еще пока вода ровная, пока нету, на правиле появляется реально, я сна крышу, и вот увидел, что отражение тучи создает такую рамку для фотографии. Собственно, тоже вот получился довольно часто встречающийся вариант с ним в этот момент. Ну, здесь просто вода, вот и Сергей тоже много летал как на вертолете над разными водными правилами, и очень интересно всегда смотрится, в том плане, что чем выше высота, тем меньше сказываются волны, и при какой-то высоте вода становится такой, ну, как бы, ровной правильности, особенно если там не будет солнца, можно получить красивые какие-то виды. но здесь вода с этим здоровьем с ним ну, то есть, как город, например, где вот именно радиус 25 тысяч. Опять-таки, тоже совершенно спокойно, без всех проблем залез, вошел франк, который был там оптимой пустыней, который разложен, она бежит, и поднялся там наверх и снял, и ушел так спокойно. Просто иногда надо пользоваться теми случаями, которые есть. Здесь вот шел, увидел, тоже туман такой был, и опять-таки дорога, да, такая, всегда вот, дорога, илеводор, потому что она убивает пространство, она как-бы делает вода с ним, ну, а тут еще мальчик подошел, встал, смотрел, собственно, все, тогда готов. Здесь опять-таки вот тот вариант, который я вам говорил, когда он, да, красиво мучается, все вещи дворяются, поражаются, да, правильный план, такой эффект. Какие-то фонтаны тоже можно использовать в качестве фона, даже, поскольку это светлая, это блигующая поверхность. Ну, вот это снимок, которое было на анонсе, которое было в буллоге, в сергине, здесь, ну, просто с товарищем мы просто гуляли по дворам и не могли найти сюжет, то есть, все было неинтересно, и я уж решил сборить с пользой то, что есть, буквально под ногами. То есть, сложность этого кадра, внешнего, вроде, такого простого, заключалась в том, что нужно было снимать, повернув голову, то есть, и держать аппарат одной рукой, и при этом мудриться как бы так, ну, скадрировать, чтобы все композиционно сложилось, но я, конечно, сделал несколько углей, один из них получился, вот, ну, такая простомощность, значит, наверное, водка. Ну, это тоже, как сейчас купольная, собственно, вода, она тоже, да и второй, или третий элемент, не стоит, но, какой-то такой силы есть, конечно, да, абсурд. как сегодня пасмурный день, вот я, собственно, пошел гулять, использую любую лужу, чтобы как-то придать сюжет настроению, то есть, если такой вот, несколько депрессивный сюжет, то его можно еще изгубить, зачем-то, не знаю, пуч, экспозиции, там, поворотов, в принципе, ну, в данном случае, ложь, такая печаль, пляча, вот-то все достаточно, вот, в природе прямо, ну, это замерз, да, за счет, отгадивших порталей, тоже, она была, такие, янские, мудрые, симпатичные, здесь вообще была странная, что вы с водой получился, как будто фотофильтр какой-то, там было разъедено какое-то масло, и оно вот так лебалось, еще и дым шел, и метель, редкое сочетание факторов, ну, конечно, главное, это ощупь на маршруту, который будет сотен, а это маршруя, они пускай, 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 мордаль, тоже, пускай, 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 зимой, вы всегда можете, какие-то сюжеты снять, сейчас, нет, продали, вы хотели, может быть, пускай, но вряд ли, очень интересно, получается вода, когда вечером будет снимать, это обычная лампа, которая на улицах, если вы экспериментируете, с выдержкой, капли воды, капли снега, красиво тоже развалываются, и образуются трассы, трассы такие, то есть, надо снимать, с выдержкой, где-то, ну, не знаю, от одной секунды, до одной пятнадцатой, и желательно, чтобы фонарь, источник света, был над вами, ну, то есть, как бы, начнете в объективе светил, ну, вы сами, вот, экспериментаре, чтобы зритель визуально увидите, вот это, то, что вы можете использовать сегодня, в принципе, это вот, ну, это, это, я вам, я вам, да, просто, самому себе, красиво, это, вот, лужом родитель, про который я вам рассказывал, то есть, в данном случае, я умею, что закан, это леди с зонтиками, и, конечно, надо было как-то чем-то заполнить, пустой ослайд, разумеется, камеру в лужу поставил, и, получилось так симпатично, во всем случае, рекламный путеводитель, айпетери, там, частый феналит, аккуратно, это тоже один из, тупых, совершенно, приемов, такой же предыдущий, вот, в данном случае, он работал красиво, за счет, того, что, сама, сам, световый колорит, как бы, очень, этому способствует, то есть, на вот этом сером фоне, красиво смотрят, как кораллы, ну, у вас, отчет, у меня такие были идеи, которые, когда я снимал, то есть, я даже не думал, принцесса в этом, но это как-то так, интуитивно, здесь тоже такой сером, в тот же день, когда я видел, в тот же сером был, а? дышки, 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 нет, дышки, просто они позировали, там, кто-то, в Игномолитов снимал, и я просто увидел, такой же, обшор, снимал, не мог бы снять, это мой первый снимок, с ладой вообще, на самом деле, это мне только подарили фотоаппарат, вот и сделал, там, там, 70-70, 79-80-м году, я в первый раз взял смену, и поехал на озеро, там, чтобы походить, который решил, и вот увидел, дедуша, там, красиво отражается, снялся, первый опыт, ну, спортивные, всякие мероприятия, тоже, многие красиво проходят, не важно, там, квадроциклы, там, или просто, там, не знаю, или какая-нибудь, собственно, вода, это идеальная рамка, идеальная, какая-то такая, подполняющая структура, но это все, на ту же тему, как можно лучше, пазы, в день, использовать, вода, даже в таких случаях, да, бывает, то есть, в этом, тушение пожара, троисклософор, в данном случае, за счет-то, минусового поправка, экспозиции, она будет, какой-то, я не знаю, такой, раствор, который, просто, тёплый, в зависимости, кстати, от плотности, вода может быть разной, от плотности, вашей экспозиции, то есть, вот, поэкспериментируйте, например, если обычный пейзаж, вы снимаете, и, скажем, в фотошопе смотрит, у вас просто вода, да, вы начинаете там играть уровень, там, например, там, яркости, образ, и, соответственно, структура усилилась, цвет изменяется, и она может приобрести, дополнительная фактору, плотность, тоже варианты, вот, такой же день, как сегодня, собственно, понимаете, главное в таких случаях, это, передать настроение, комариты, то есть, совсем никто, не от вас, не требует, туристический, привлекательный, то есть, никого, в фотошопе, тут весь, весь, передать, понимаете, вы, сейчас, находите в идеальном месте, в идеальном месте, как-то непрадоксально, потому что, брачный, Юпитер, это, как бы, его, собственно, преднессансы, которые, правы, и не очень, Юпитер, как бы, у кого спросите, да, он обычно принимается таким, то есть, плотай погодой, пересухой, там, ну, чаще всего, сегодня у нас есть хороший шанс сделать, картинка, вот, например, тоже интересная, картинка, когда зимой, только что, только проходит буксир, он, просто и полыни, и полыни начинает, дымитит, мороз сильный, снимок сделан, сразу после заката солнца, то есть, солнце уже зашло, но, отцвет, от озвеченной части неба, довольно сильный, и здесь используем, самый шерббольный петель, который, природник, петельца, то есть, очень шерббольный, шерббольный, из-за чего, какая развертка получилась, вот, некая, такая фантастичность, ну, среды, вот, лады, это, вообще, классика, да, если помнить, где игроков, то есть, вообще, чаще цвету она проходит, но, кстати, тоже продал, но здесь вот, именно, все та же самая, отражение, отражение, в лужах, да, обычное, зачем-то замечательное, в лужах, просто стоишь, и идешь, пока там, в стериле, так, это пройдет, а, в данном случае, тоже было, в основном, длине, фото, создают именно, отражение, поскольку, без отражения, снимать материал, смысл, вот, то, что я вам говорил, про холод, про капли, да, то есть, относительно короткая выдержка, там, если еще было бы капли, вода вообще, как бы, вода, такой, в бельтинке, вот, ну, вот, все варианты, с фоли-боем, они тоже интересны, причем, их можно снимать вечер, как-то, посвечить, вспышки, не обязательно прямой, лучше даже, какой-то, настрой, вы тоже, да, попавший на гистик, просто, обычно, у вас, причем, нет, эм, ну, вода тоже, ну, вода же, да, хотя бы, вода, варианты, может быть, масса всяких, ну, и там же, иногда просто, можно использовать, какие-то, естественные, рамки, не важно, решелка, там, а, да, для того, чтобы почерпнуть, водную, создавляющую, это, Ярославов. Ну, это, вода там, поскольку, поскольку, и тоже, там, без воды, вообще, все полночерная, да, вот, ровная вода, все-таки, это, одна из моих любимых, таких страны, еще обычно бывает весной, и очень, всем советую, решить, использовать, после, последний день, про вот, солнце, такое, дымка, создавит, романтическое настроение, но, это, ярославов, люди, модель, пейзаж такой, вечный. Вот, классика жанра, это, недавний пор, постоянно случались, наводнения, не знаю, как сейчас, там, будут и такие, но, это всегда был праздник, а то, все прибегали, начинают жарить, фотографировали, поскольку, вот, это, стрелка воды, самое, такое, классическое место, для съемки, наводнений, но, обычно, все фотографируют, просто, жарили, на фоне, петропавловки, это, как бы, уже, считается, такой, тон. Лужи, да, промо-свык, пешеходы, тоже могут быть, тоже могут быть, снимки на тех, вот, вот, да, на петхе, рюкки, вот, вода, уже, тает, тает река, и, тыси, человек пытается, застрявшую, буксировать, петхе, а это я сверху снимал, с башни, выборского замка, тоже, кто-то плавал на лодочке вокруг, вот, вот, как вариант, как вариант, можно включить, воду в пейзаж, ну, здесь просто, перетача народности, ну, вот, и водность здесь, то есть, довольно-таки, типичная, картинка, для Питера, постоянно стоит, пульсирует, наоборот, 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 ну, прорыв, действительно, если мы будем работать, тоже, может быть, с ним, будем на тему, ну, не, зачем, вариант, по идее, надо было подойти поближе, но у меня была обувь, промокая, но я сейчас не рискнул, а так, может быть, вообще, какой-то, селецкий, водопад запилинуть, ну, это тоже, да, то есть, я поставлю, почему бы, нет, просто весь вопрос, походить к теме, ладно, да, тогда, конечно, где-то водки, ну, в принципе, да, ну, вот, такие снеги, опять-таки, для этого, конечно, лучше делать, там, часто, у берега, там, всякие, приятные коньки, и вот люди красиво подсвечиваются, приятные, да, вот такие вторые, это тоже, сейчас купание, ну, не знаю, насколько здесь вода, хотя, без воды тоже бы не было, ну, ладно, будет, что-то тоже приблизительно такая, чтобы хотя бы чуть-чуть ее заморозить, но не полностью аромат, ну, здесь, может, снижение на тему, люди, воды, воды, и сейчас я люблю подпихать, и поэтому, там можно много вид сделать, с ником, с людьми, формы идеальной, для которых будет вода. Это просто из окна или из крыши, вот вы видите. Ну, скучнейший сюжет, там, очередная демонстрация, лужи используют, потому что, как бы, как бы, как бы, не особо массовая демонстрация, не особо массовая демонстрация. Ну, вот, человек лежит, где мальчик там, это было бы, это приближено, какой-то, кормили чая, чая-то не так, ну, собственно, получилось, я не покупаю. Ну, нет, не мертвый, а я ее не оказал. Ну, это вот тут вариант, ну, я рассказываю, вода руки идеальные зеркала, а вот, вариант, как бы, на петербалке, если вы уголели, там, помните, патрины постоянно есть, и постоянно они служат без зеркала, вот, только, он поступает дождем, там, всегда вот эти зеркала есть, то, что он даже использовал. Ну, ты просто забыл, какие-то пажей. Ну, вот, вариант, более-менее, длинный выезд, я могу еще поставить для неба, у меня не было статива, я снимал с рук, как бы, да, прием, ну, свете снять, ну, rt, идея. Вообще, Владыка будет всегда интересно снимать людей, поскольку, вот, это, особая аучка. В городе он не был, поэтому все это веки и аналоги, как такие артургии, как такие вены что ли. Ну, вы видите, все время много людей там присутствуются. Это тоже в рябовном свете снега, просто люди купались там, как в городе. А вот там обычный паст на день залей, такой, как сегодня. По словам, вода, в ней она, как бы, такая светлая, бездуманная, ну, пусть такая довольно монокромная. Имеет смысл делать цветные в городе, лучше попытаться сосредоточиться на черно-белой составляющей сюжеты, которая больше отражает какую-то пластику, какую-то видную соотношение светодей, нежели там, какие-то цветовые варианты. Поэтому, например, в данном случае был цвет обрана. Он тоже одно из мото любимых времен, когда он пасмурный и лед не очень портаивает, и всегда от канала покрывается таким вот, как вот, слоем натайшей воды, у которой, ну, не как прямое отражение, не сказать, отличаясь, как видите. Ну, беги на и доход, как-то, как любимое время всех готовых. Если вы посмотрите, всегда дружно выбегают кучи народу, нам надо, чтобы снимать где-то. Ну, вот, по глухам край памяти тоже сражается. Есть более интересный вариант, но я его просто не принес, не нашел сейчас, где эти капли пьются в голову, например, от работы, да, и совершенно смешные ситуации, как будто солгой, там, взялся, там еще что-нибудь, да. То есть, ну, давайте смотреть. Вот, переправы всякие через воды интересно смотрятся. Ну, в данном случае, Котовый след помог выявить фактуру воды. Ну, про проливание всякие я уже сказал. Тоже безумный сюжет всех патронов, лодочки, особенно тех, кто в Венеции, ну, это, сколько нам видел, вот, естественно, это дружно, и вот, надо быть неконечательным гостям. Ну, вот здесь тоже, я потом уже в мосту Акфу подумал, что, в принципе, вот этот кусок ледейных, который, опять-таки, плавает вода, он идеально был бы таким, не знаю, задником, что ли, для сюжета. То есть, вот, этот снимок я, скорее, вполне рассматриваю для заготовки. То есть, если там, вот, и Лену, и Лену, и Лену, и еще кто-то перепрямил. А, купался бы, ну, в низших силах, конечно, ну, не нашлось, где качество лидеров. Ну, вот, я имею в виду. Вот, это я прямо из окна снял у нас очередной паровой фотопроходов, с активных приехали. Ну, это понятно, все были лазить по крышу, поснимают на паразитах. А вот я прямо в Москве был, там тоже прошел, и только что, как-то интереснее, сели Красную площадь, я использовал старый способ. Ну, то, что, в принципе, каждый год проходит в Питере, это водки на гидроциклах, очень красиво там все впрыски. У них есть полимированные развлечения, они любят как-то прохожие, которые в это время на набережных. Соответственно, тоже все снимаются. Вот, видите, как вода будет в хортовом свете. Это вот, собственно, да, взгляды здесь. Я на Украине снимал, там есть такой праздник, оплевать этот гель, когда, типа, по традиции, юноша оплевает девушек. Но в данном случае он превратился в зверство, поскольку оплевали всех прохожих граждан, там без разницы, в одежде, там, священники, священники против вековоли, то есть и жестко еще было. Ну, собственно, это, это как бы загадка, главное, вот этот сюжет спадывает. А вот тоже вода. Мужчина несет, что под руку с водкой. Пусть вода, вода, да, красиво, подсвеченная. Это и к тому, что просто немножко так расширить сознание и... Ну, вот это было протайно во льду, ну, полутня какая-то, ну, это перевернутый кадр, конечно, отражение. Ну, как бы и он, скажем. Ну, это опущен такой БД, один из первых кадров. Вводная жизнь. Это я пытался снимать наполнение, и чтобы БДД по оригиналу я поставил у нас, вот сюда фильтр. Ну, пытался подсветить его, чтобы это, кораллы, кораллы, кораллы. Те, ну, драматизм что-то добавить. Ну, вот уже одна из известных фотографий, когда, собственно, я стоял со всеми возле этого шарика и думал, что тут снять, что тут снять, и переходил еще в голову. И вот забежала собачья на несколько секунд буквально. И, так сказать, я вот успел подмазать уже такое настроение. Ну, это тоже водная жизнь. Всякие водные праздники всегда очень интересно снимают. Ну, тоже вода, крещение в армии. Один из, наверное, тоже открытичных снегов золотой. Это будет тоже то, что я говорил, и не всегда интересно снимать, поскольку вода за счет этого движения имеет вполне экспрессию такое. Затапывает все поверхности, когда, вот, получается, какой-то такой митей. Вообще пейзаж, какой-то пол-лух какой-то, не знаю, какой-то, не знаю, вид какой-то. Вода идет вообще, как бы, очень красивая трупура. Собственно, вот. Рад со всем пока. Если есть какие-то вопросы, можете спросить, если нет, я вам могу передать это. или… не… Тимфон. Петровор, и… Хорошо. Добрый день. После Саши выступать, конечно, сложно, потому что просто гениальный фотограф. И фотографии, которые мы сегодня увидели, я думаю, они подтолкнут вас на идеи, и вы сможете действительно сделать сегодня хорошую фотографию. Я расскажу немножко о другом. Я не буду на фотографии, я расскажу о том, какими принципами я иногда пользуюсь, когда пишу свои отчеты о путешествиях. А отчеты о путешествиях у меня ставятся в программе. То есть, возможно, это кому-то будет тоже интересно. Значит, о чем я поговорю? Мы не поговорим о том, кто наши читатели, то есть для кого он напишет, а о структуре фотоотчета, то есть структуре, которой пользуюсь я. О фотографиях, которые там используются, о тексте, которые я пишу, для этих фотографий. Ну и какие-то там секреты, я не знаю. Значит, сначала вы должны определиться, когда вы ведете блог, вы должны определиться с его форматом и понять, кто ваша целевая аудитория. То есть для кого вы пишете. Вы пишете для себя, вы пишете для своей семьи или вы пишете, вы хотите стать писателем, вы хотите писать для всех, чтобы вас читать. Я проводил некое исследование и заметил, что всего лишь 5% людей, которые читают мой блог, они ищут какую-то информацию. То есть они идут за какой-то специальной стороной и так далее. Все остальные люди, они просто хотят развлечься. У них есть время, им хочется посмотреть какие-то фотографии или почитать о какой-то стране. Поэтому я свой блог воспринимаю как развлекательный блог, а не информационный. Структура отчета, которую я использую. Первое, естественно, название. То есть название, которое вы придумываете для постравого путешествия, должно быть каким-то ярким. Оно должно отражать суть. И давно человек, когда увидит его, там, не знаю, запись в топе или еще где-то, он по названию должен, в принципе, понять, о чем что-то подкапан, о чем пойдет речь. Дальше я использую, вот раньше я использовал одну заглавную фотографию, сейчас я пришел к тому, что у меня на накапан обычно две фотографии и текст я пишу между ними. Если, как я тоже отбираю заглавную фотографию, я хочу, чтобы это была красивая, броская, яркая картинка, которая, тем не менее, не просто сама по себе ее стоит в твоих фотоотчета, а которая передает суть того, что внутри, да, чтобы человек увидел ее, заинтересовался, хотел узнать больше и кликнул на карт, и зашел внутрь, стал смотреть все остальное. Между фотографиями, где идет, ну, как я вам называю, рекламный абзац, да, это, как вы знаете, в газете или в журнале всегда есть абзац в самом начале, где есть краткое стержание всего поста, всего того, что там написано. Соответственно, в этом абзаце я пытаюсь каким-то образом перечислить все то, о чем пойдет речь внутри. Для отчетов, я в свое время экспериментировал с количеством фотографий, то есть я считаю, что оптимальным для фотоотчета о ком-то путешествии это 30-40 фотографий. Если делать больше, то люди уже устают, они не смотрят дальше. Если делать меньше, то у них есть ощущение, что им что-то не додали, да, то есть они не получают того, что ожидали получить. А 30-40 это оптимальный вариант. То есть если у меня, допустим, получается пост на каком-то месте, где есть там 70 фотографий, то я его уже буду делить на два поставки. Вот там часть первая, часть вторая и по 35 фотографий выкладываю. Более того, все фотографии я номерую. Я начал это делать, поставил часто в комментариях, я видел, что люди хотят обсудить то, что вы написали, да, ребят? Ой, вот там фотография с красным зонтиком или еще с чем-то. И очень сложно было понять, по какой фотографии идет речь. То есть если вы хотите, чтобы ваши читатели обсуждали ваши фотографии, то им это будет гораздо легче делать, если у каждой фотографии будет свой номер. Комментарии и текст. Ну, смотрите, то есть я стараюсь писать как можно более лаконично. То есть я считаю, что сейчас в современном мире у людей нет времени читать большие тексты. То есть если он заходит и видит там простыню, то он будет много, потом прочту и уходит дальше. Поэтому я стараюсь всю историю о своем путешествии передать через фотографию. Через тех артикций, которые я вешу. А текст я пытаюсь писать минимальный, только как пояснение к фотографиям, чтобы человек, если он видит ее, хочет разобраться, что это такое, чтобы он мог прочитать и понять. Ну и в конце, раньше я это делал, сейчас делаю уже гораздо реже, я иногда делаю анонсы следующего поста. То есть, грубо говоря, к вам зашел кто-то там, не вашу постоянно читать, ему понравился отчет. Вы можете ему сказать, что слушай, парень, а следующий отчет будет вот об этом. Или я через неделю собираюсь подорвать в следующее место и буду писать о том-то месте, чтобы как-то зайти с архивами и оставить. Для фотоотчета, безусловно, самое важное – это фотографии. То есть, фотографии должны быть хорошего качества. Как получить фотографию хорошего качества, надо сходить на мастер-класс Сашу Петросяну, он все очень подробно это расскажет. Но на самом деле, даже фотографии, сделанные на мулиницу, еще на что-то. То есть, я все фотографии обрабатываю, я не трачу, не жалею свое время. Принцип у меня такой, то есть, во время путешествия я сзади снимаю где-то там 200-300 фотографий, допустим. Оставляю из них 40 штук. Вот я не ложусь спать, пока я все эти фотографии не отберу и не обработаю. Потому что, если я, в основном путешествии сидел две недели, и потом приеду и начну все это разбирать, все, времени на это не будет, я уже никогда этого не сделал. Поэтому, все фотографии я пытаюсь обработать прямо вот в тот же день. Ух ты эффект! Что же я имел в виду? Наверное, фотографии, как, знаете, смотрят на нее, вот как вот на Саши фотографии. Да, это то, к чему я стремюсь, и то, к чему у меня пока не получается. Вот мы сейчас смотрели, там, план открывать фотографию, где кто-нибудь из воды вылезает, и прямо хочется вздохнуть. Вот такого эффекта желательно тоже добиваться. Очень важна правильная последовательность. То есть, при написании фотоапсчета я трачу, ну, наверное, там, ну, минимум, минут 40 в начале сам, да, а может быть, и час, на то, чтобы выстроить все фотографии в правильной последовательности. Потому что ваш фоторассказ, он должен быть очень плавным и динамичным, и как бы одно должно перетекать из другого. Нельзя делать, там, в начале поста фотографию, там, из какого-то места, потом что-то еще рассказать, потом опять фотография из этого места. У вас действительно должен получаться фоторассказ. Ну, и при фориоферме, то есть, если, ну, есть элементарные правила для детей, хотя бы, вот, ими можно пользоваться. Так, по поводу текста более подробно. Значит, как я уже сказал, то есть, я пытаюсь сделать как можно более лаконичные подписи, но если вот есть какая-то история вокруг этой фотографии, да, как она была снята, еще что-то, то я стараюсь это тоже описывать, но, опять же, как можно более коротко. Я стараюсь не использовать, я сам не писатель, да, то есть, я ненавижу писать, поэтому я стараюсь использовать как можно более короткие предложения, да, то есть, ну, там, ночью лица фонарик у меня пока не очень получается, но, тем не менее, стараюсь не писать пространные тексты. Стараюсь писать достаточно простой текст, потому что он легче воспринимается, и если вы пишете, там, высокую прозу, то людям будет расплажновательно читать, и они, может, это не понравится. Очень важно, обязательно разбивайте текст на абзацы, то есть, я иногда захожу к людям в блоге, и я вижу, что текст, допустим, написан очень интересный, но там, вот, грубо говоря, полэкрана занимает этот текст, и я понимаю, что я даже прочитав, там, первые 3-4 строчки, начинаю перескакивать на следующий абзац, поэтому я всегда, ну, стараюсь там не делать абзацы длиннее, там, чем 4 строчки, то есть, дальше я пытаюсь логически разбить, если нужно к этой фотографии подписать что-то еще, я делаю просто авторализацию. Старайтесь не перегружать пост деталями, которые интересны только вам, потому что очень часто мы, когда путешествуем, что-то с нами происходит личное, да, то есть, какие-то ваши переживания, которые могут быть неинтересны другим людям, или, например, вы были там на каком-нибудь заводе, вот Саша часто ездит по заводам, и начинаете под фотографией с подшипником рассказывать, сколько там у него было этих шариков, или еще что-то, ну, это интересно специалистам, широкому группу читателей, это может быть не очень интересно. И пишите, вот, как я уже сказал, вот, то, что называется behind the scenes, я иногда описываю то, как какая-то фотография была сделана, и пытаюсь еще описать в тексте и показать через фотографию тоже, сейчас мысль, мысль струбулируется, знаете, есть очень много красивых журналов, да, National Geographic, там, Geo и т.д. вы туда заходите, там, реально красивые фотографии, но ваши читатели порой хотят узнать, как эта фотография была сделана, а что там, какого цвета занавески у вас были друг в номере, или еще что-то, то есть я вот такие детали иногда тоже включаю в фотоотчет. Ну, и вот несколько советов о том, как можно повысить, там, уровень комментирования, если вы любите, когда вас комментируют, как это можно сделать? Ну, можно, например, задать какой-нибудь вопрос в конце, то есть у меня вот был пост про то, как мы отдыхали, просто поехали на выходные на Московское море, на каком-то острове были, летня называется, и выходные были дождливые, и я в конце поста написал, а как вы провели эти выходные, да, то есть я как-то спровоцировал людей на правную реакцию. Соответственно, получил много комментариев, мне было туда скучно, просто хотелось почитать что-нибудь. Провокация. Можно немножко спровоцировать ваши читатели, потроллить их? Ну, вот здесь тоже есть пример. Я писал о выставке Экспо в Китае, и там были павильоны разных стран. И я показал павильоны Украины, и я там в конце абзаца уже до предложения написал, кстати, как правильно, на Украине или вы в Украине? И все, там со мной 752 комментария, там огромные дискуссии, то есть, ну, понятно, что это вот такой избитый банальный способ, но иногда им можно использовать. Меня? Не, я же спросил. Есть кнопка сейчас уже появилась перепостить у себя. Я такие кдопки по умолчанию ставлю во все посты, просто если люди хотят обсудить вот этот пост со своими друзьями у себя в журнале, чтобы они не пытались там ссылку копировать или еще что-то делали, они могли просто нажать на кдопку и забрать пост к себе. Потом постоянство. Я воспринимаю блог как сериал, то есть есть художественная книжка, это как художественный фильм, есть, я не знаю, журнальные статьи, но для большинства из ваших читателей очень важно, чтобы вы в блог писали постоянно. Не всегда обязательно, чтобы это были прям вот посты одного и того же формата, но вот мои читатели, они знают, что вот каждый день, практически каждый день, в 7 утра, ровно в 7 утра, они могут зайти ко мне в блог, и там, скорее всего, будет хоть новый пост о новом путешествии, или в новой стране, или еще что-то. Поэтому они уже приучены к тому, что вот каждый день в 7 утра у меня посты. Важна обратная связь, то есть когда у вас есть какие-то комментарии, если они по делу и на них, конечно, желательно отвечать, то есть есть блоги, где авторы вообще не отвечают ни на один из комментариев, есть блоги, где авторы отвечают вообще на каждый комментарий, то есть там какие-то просто спасибо или еще что-то. Я у себя стараюсь отвечать только на комментарии с конкретными вопросами, потому что, к сожалению, на все комментарии у меня нет времени отвечать, а вот если там кто-то спрашивает, слушай, у тебя там на пятой фотографии там вот такая вот будочка желтая, а справа велосипедия, ты не помнишь, какой он был в марке? Если я помню, какой он был в марке, я отвечу. Ну и последнее. У себя в блогах используйте теги. Теги – это очень важная вещь, потому что когда вы только начинаете свой блог, вы можете найти, обмотать назад несколько страниц, найти какой-то пост, но когда он пройдет несколько лет, и вам захочется найти, что я там про ЮАР писал там пять лет назад, вот если у вас будет тег ЮАР, вы по этому тегу сразу легко все найдете. И точно так же это как оглавление, точно так же ваши читатели смогут путешествовать по вашему блогу и смотреть, что там есть и тесно. Все. Вопросы, может быть, к Сашу или к Сергею. Я, честно говоря, очень приятно видеть, как лучший фотограф и лучший фотоблогер рассказывать все свои секретные конкуренции. Не боитесь? Нет. Вопросы есть какие-нибудь, помимо интересных и положительных? Что должно быть результатом съемки сегодняшней? Один кадр? Результаты сегодняшней съемки должны быть один или несколько, не более трех кадров. Каждый решает для себя, и мы долго с Сергеем обсуждали, сколько же кадров должно быть в итоге от каждого участника, и решили, что не больше трех, потому что первое, что я сказал, я говорю, десять. Какой десять? Пусть учатся, как отбирается, да? Потому что, ну, я сказал, то есть, вот для меня, вот, как я уже сказал, с одной из самых сложных вещей, когда ты так снял 200 кадров или 300 кадров, то тебе надо оставить там 30 или 40, то есть оставляешь там один из десяти. Соответственно, я вот хотел, то есть, и предлагал Андрею, для того, что это сделать. Безусловно, у вас будет очень много хороших, интересных кадров, но попробуйте все-таки сами выбрать именно три самых лучших своих шедевра и именно их показательства. Жюри у нас, да, и Саша, и Сергей. Просто до восьми утра строго соблюдать эту рамку, потому что мы восемь, просто, скорее всего, закроем загрузку фотографий. Нужно будет, в общем, достаточно много отсмотреть и выбрать, да, завтра с утра. Одну или две, или три фотографии с учетом, соответственно, города на воде, да, воды Петербурга. Те, которые вам понравятся, так как вы их видите, обработанные, необработанные. Напомню, наши поднесетельные номинации фото с мобильного телефона, то, что мы с ЖЖ вместе наградим. И загруженные, вот, собственно, на той же странице на watermap.com, где вы регистрировались, там же есть уже работает загрузка фотографий. Спокойно подгрузите через те же логины, через социальные сети, которые вы соединялись. И мы завтра с восьми утра начнем, собственно, отбирать победителей. И в 12 часов, собственно, здесь же, да, ровно в 12 объявим, наградим, и я надеюсь, в двух словах расскажем, почему мы отобрали ту или иную фото. В 12 часов здесь. Значит, еще надо по поводу инстаграмовских фотографий обязательно добавлять хэштег watermap, да, то есть мы по этому хэштегу в инстаграме будем отслеживать все фотографии и смотреть, кто что с фотографией грузите на страницу, либо ставите хэштег, что сильно проще, нам тоже будет проще ангара. Слушай, а что за первое место? Айфон за какое место? За первое место, потому что за пятое у нас, если честно, официально не продается, но у нас есть. MacBook Air за второе место и призер барьера за третье место. И это прямо завтра мы здесь вручаем. Да, мы прямо завтра здесь вручаем. Поэтому есть смысл и завтра прийти, порыбоваться на свои и чужие фотографии, посмотреть на результаты. Я думаю, что мне очень интересно посмотреть, что мы все вместе наснимаем и получить победительный призыв. Ну и если кому-то это интересно, да, держим тебя мысли, мы завтра все-таки действительно покажем карту воды, что мы, соответственно, насобираем группы в Петербурге и вместе посмотрим, что мы объявляем здесь. Ну и последнее. Очень важно, чтобы фотографии были сделаны сегодня, начиная с часа дня. Потому что мы будем складывать экзипы, если вы будете посылать фотографии, сделанные вчера или два года назад, они их участвовать не будут. Чтобы честно. Ну вот, вопросы еще есть? До 8 утра, да. Если можно, до 8 утра завтрашнего дня. Сколько у нас, до 12 утра было там, три-четыре часа их рассмотреть. На обработку фотографии нет ограничений? Нет, на обработку нет ограничений. Размер файла. Размер файла. Что вы имеете в виду? В смысле, если вы имеете картину и скажете, что это фотография, наверное, мы не поверим на ухи. Ну, да, я думаю, что на обмине. И выходить калашка это сделать? Нет, нет, нет. Просто художественная обработка. Нет, художественная не могу. Размер? Размер файла сам, собственно, движок отсечет и уменьшит до нужного размера, чтобы мы там цветы по габаритной грузили. формат рап, да? Нет, как угодно грузить. Там, по-моему, он все скидает. библиотеки, может быть, да, просто маленький. Крышку будет проще. То есть, приятно. Я так понимаю, основные вопросы технические. Если кто-то посмотрит, там тоже по хэштегу ватерман можно найти там, сырнее, море и все наши критеры. И если вопросы какие-то есть по ходу дня, да, можно тоже задавать, мы на связи. Ну, проект, портал тоже работает, так что там тоже можно вопросы задавать. Ну, есть вопросы, в вашем мире то удачи. Никуда, никуда. Спасибо. У меня с собой осталось буквально несколько последних комплектов открытых с китой, с плотой и прочих. Если кто-то хочет перепислить, то повторите. Спасибо. Подсказки, подсказки. Ребят, еще внимание, такой вопрос. По поводу вашей фотосъемки мы будем снимать промо-ролик. Вот два оператора будут снимать промо-ролик. Если у кого-то из вас есть желание побывать в этот ролик, то оператор может с вами проехаться, пройтись, поснимать, как вы работаете. И вообще хорошо мы сидим с вами. Если есть какие-то компании, которые готовы вместе ходить в лог-лайн-прадерах, я думаю, давайте как-то организуемся, чтобы у нас получился красивый код и красивое видео. Ребят, есть кто доброводится, кто хочет, чтобы их поснимали на видео? Мы хотим на воскать на одну машину. Машина будет можно? Ребен на деле нет. Вы не хотите? Arbeit и м word tire ф т и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok